Друзья, и снова всем привет! Значит, буквально на днях получил комментарии, и не один комментарий от своих подписчиков по поводу блокировки YouTube от своих детей. Значит, по этому поводу я уже записывал видос, 20 июля я его записывал в этом году. Как заблокировать YouTube на телефоне и ограничить доступ? Но, значит, в этом видео, в принципе, я дал нормальные рекомендации. Судя по отзывам, 91 лайк, 8 дизлайков, значит, людям это видео зашло, вроде воспользовались ребята, писали комментарии, вроде все получилось. Но, на момент записи прошлого видео мне не попадалась на глаза программа, которая называется Касперский Safe Kids. Сейчас я вам ее покажу, это официальная программа от разработчика антивируса. Это, еще раз скажу вам, не реклама, мне за нее никто не платит. Просто это есть программа, есть на сайте, на официальном сайте Касперского, есть такая возможность блокировать приложение от детей. Сейчас я вам расскажу. Но, перед тем, как рассказать, ребята, поставьте свой лайк, напишите свой комментарий, если возникает вопрос, либо под видеороликом, либо в мою группу ВКонтакте. И я вам постараюсь ответить. Итак, поехали. Значит, чтобы сильно долго не рассусоливать, оставляя ссылку на вот этот видос, прошлый, вот смотрите, открыл я описание. Здесь у меня есть в описании 4 варианта блокировки YouTube от ребенка. Прошлый комментарий у меня был такой. Как вообще удалить это приложение со смартфона? То есть, чтобы его вообще не было, чтобы ребенок туда не заходил. Я вам скажу так, что, скорее всего, с вероятностью 99% удалить это приложение не получится. Почему? Потому что оно уже, ну как считается, родное, заводское, то есть сшито в программное обеспечение. Поэтому это приложение можно только остановить. Но ребенок, в принципе, может запустить это приложение вновь и пользоваться YouTube, либо какой-то другой социальной сетью. Сейчас я вам, значит, покажу, как пользоваться Касперским. Долго особо рассказывать не буду вначале. Смысл какой? Значит, заходите в Play Market. Сейчас я зайду с вами в Play Market. В поиске набираем Касперский. Вот, видите, Касперский Safe Kids. Заходим, нажимаем кнопку установить. Пока программа будет это устанавливаться на мой смартфон, значит, быстренько рассказываем ситуацию. Вам эту программу нужно установить у себя на смартфоне, то есть на родительском смартфоне. Вот вы являетесь родителем, да, вы у себя устанавливаете эту программу на смартфоне. И эту же программу устанавливаете у своего ребенка на смартфоне. И заходите в один и тот же аккаунт, то есть заходите у себя в аккаунт. Вы должны быть зарегистрированы на сайте Касперского. Сейчас я покажу, как это сделать. Заходите у себя под логином и паролем в эту программу, и у ребенка заходите под логином и паролем в эту программу. Значит, и когда ребенок будет пытаться зайти на YouTube, либо какую-то другую социальную сеть, допустим, ВКонтакте, Facebook, или куда-то еще, то, что у него установлено на смартфоне, вам будет приходить оповещение о том, что ребенок хочет зайти в ту или иную социальную сеть, или на тот или иной сайт. И вы уже будете принимать решение, то есть дать ему доступ к этому, к посещению, значит, этой программы, этой социальной сети, либо запретить доступ. Сейчас мы обязательно разберемся. Если вы поняли, в принципе, в чем суд, то можете уже идти и скачивать эту программу. Еще раз скажу, это не реклама, это даже платная программа. Она стоит небольших денег, она, по-моему, стоит 900 рублей за один год на одного ребенка, то есть на один профиль. Я в конце видео зайду на официальный сайт и покажу вам, где она находится, сколько она стоит, ну, в общем, вместе с вами разберемся. Если она стоит 900 рублей, то я считаю, это небольшие деньги заплатить за один год, чтобы таким способом блокировать посещение вашего ребенка в социальной сети, в том числе и на YouTube. Итак, пока мы с вами общались, установилась программа, то есть, ребята, с этого момента я буду уже более подробно рассказывать, а вы уже, если уловили саму мысль, то еще раз повторюсь, устанавливайте эту программу к себе на смартфон и к ребенку на смартфон. Во время, когда программу запустите на смартфоне на своем, вы указываете, что вы родитель, а на смартфоне ребенка, когда вы запустите эту же программу, указываете, что это ребенок. Дальше зарегистрируйтесь на официальном сайте Касперский, ссылку оставлю в описании под видео, и уже входите в вот эти программы под логином и паролем, на котором вы зарегистрировались на сайте. Если ребенок попытается удалить эту программу со смартфона, то у него запросит доступ для ввода пароля от аккаунта. Соответственно, пароль вы будете только знать, поэтому он никаким образом не удалит эту программу. Итак, поехали. Нажимаю кнопочку «Открыть». Открывается, значит, это приложение. Нажимаю кнопку «Далее», «Далее», «Далее». «Продолжить». Здесь принимаем соглашение везде. Нажимаем «Подтвердить». Теперь здесь нужно принять все доступы, то есть разрешить все доступы. Нажимаю «Далее». Везде нажимаем «Разрешить». И вот, смотрите. Вот здесь вот. Если у вас нет учетной записи в Касперском, то вы здесь нажимаете «Создать учетную запись». Здесь вы вводите свою электронную почту. Вот электронную почту вводите, которая у вас имеется, да. Потом придумываете пароль от входа в вашу учетную запись. Вам на вашу почту придет ссылка специально для подтверждения аккаунта. Ну и дальше уже все. Вы вошли в эту учетную запись. У меня учетная запись есть, поэтому я просто нажимаю кнопочку «Войти». Значит, набираю свою почту. Сейчас переключу язык. Итак, сейчас немножечко подождем. Обзорочка. Собака Mail.ru. И пароль. Я уже зарегистрирован на этом сайте. Я сейчас введу свою пароль. Значит, пароль. Смотрите, в пароле должна быть хотя бы одна заглавная буква. Поэтому сделайте хотя бы одну заглавную букву. Нажимаю «Войти». Все, значит, вхожу я в свою учетную запись. То же самое вы должны сделать. То есть, создать свою учетную запись и войти в эту программу под логином и паролем на двух устройствах. У себя на устройстве и на устройстве своего ребенка. Итак, происходит вход в учетную запись. Все, вы вошли в учетную запись. Майк Касперский. Здесь все принимаем. Принять. Вот, о чем я вам говорил. Значит, что вы сейчас будете использовать? Где вы сейчас находитесь? Профиль ребенка либо родитель? Значит, у себя вы нажимаете «Родитель», а у ребенка на смартфоне в этой программе вы нажимаете «Ребенок». Я сейчас нажму на профиль ребенка, то есть, покажу вам, что будет происходить, если ребенок будет заходить в ту или иную соцсеть. Поэтому я сейчас сымитирую, что я якобы ребенок, да, я буду заходить сейчас под как бы у меня смартфон, вот, и за мной наблюдают родители. Я захожу «Ребенок». Но это вы должны сейчас настройки эти все сделать. Значит, указываем имя ребенка. Я указал «Ирина». Далее, все, в принципе, так продолжить. Теперь мне здесь выкидывает на безопасность. То есть, мне нужно сейчас здесь вот пройти, где красные крестики, то есть, сделать так, чтобы появились зеленые птички. Нажимаем «Настройки системы». Разрешить. Видите, птичка зеленая появилась. Теперь всплывающие окна. Разрешить. Все, отлично. И все условия выполнил. Теперь нажимая «Продолжить». Активировать приложение администратора. Нажимаем «Далее» и ждем. Значит, тут предупреждения всякие. В общем, нажимаем «Далее принять». По-любому нужно принимать. По-другому варианта нет. Иначе программа не будет работать. Так, теперь продолжить. Теперь нам нужно найти приложение «Касперский сейв китс» и переключатель этот передвинуть. Вот сюда. Разрешить. Опять продолжить. Так, включите. Надо здесь все включить для этой программы. Окей. Продолжить. Разрешить. То есть, тут очень много разрешений принимать. Надо, чтобы вы понимали. Начать использование. Все. Значит, я сейчас все... Я сейчас все настроил. Сейчас происходит, значит, загрузка. Обновление всех данных. Давайте немножечко подождем применение настроек, которые я только что сделал для учетной записи ребенка под именем Ирина. Это вымышленное имя. Вот. Ну, вы указываете уже свои там данные ребенка. Если у вас один ребенок, то указываете на одного ребенка. Если у вас несколько детей, то, соответственно, вам придется... Ну, если согласитесь, купить... Вам придется купить несколько аккаунтов. То есть, для каждого ребенка. На одного ребенка, если я не ошибаюсь, по-моему, 900 рублей на один год. Если у вас трое детей, то, соответственно, 3х9, 27, 2700 нужно будет отдать. Так. Что здесь у нас? Здесь у нас ответы родителей. Текущие настройки. Видите? Вот здесь вот, родителям. Установите Каспирский Safe Kids на свой смартфон или планшет, чтобы управлять защитой ребенка. Вы также можете изменять настройки для ребенка и просматривать отчеты на сайте Mike Kaspersky. Так. Давайте сейчас я перейду вот здесь. Текущие настройки. Все. В принципе, здесь у меня уже все выполнено. Ребята, теперь я нахожусь я в компьютере. Значит, вы когда зарегистрируетесь на сайте Mike Kaspersky, ссылку на которую я оставляю в описании, у вас придут входящие письма. В общем, подтвердить свой адрес электронной почты. Там добро пожаловать на Mike Kaspersky. Переходим на сайте. И здесь, значит, тут есть раздел «Дети». Есть раздел «Дети». Нажимаем, переходим в этот раздел. И здесь, значит, у нас просят либо купить эту программу, либо попробовать. Давайте нажмем, допустим, купить. И посмотрим сразу же цену. Посмотрим сразу же цену. Какая же будет цена на эту программу. Да, все верно. Я не ошибался. 900 рублей, одна учетная запись, один год. То есть, на одного ребенка. Одна учетная запись подразумевает, я так полагаю, наверное, для одного ребенка. Или же, наверное, на одно устройство. То есть, если вы родитель и у вас ребенок, то, соответственно, на 1800 рублей. Но могу я ошибаться. Возможно, это на одного ребенка. То есть, можно даже поступить следующим образом. Просто активировать эту учетную запись у ребенка в смартфоне, да. А следить за его действиями через сайт Mike Kaspersky.com. Да, 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 да. Можно даже так сделать. Как вариант сэкономить. Значит, смотрите, что будем делать. Мы нажмем кнопку просто попробовать. Начать использовать пробную версию. В пробной версии вы сможете попробовать все премиум функции. Давайте посмотрим все премиум функции. Премиум. Итак, значит, загружается профиль моего ребенка, да. Вот отобразился мой телефон ребенка Redmi 7. Ребята, перешел в свой смартфон. Итак, значит, представим, что ваш ребенок хочет зайти, допустим, допустим, к примеру, да. Допустим, во ВКонтакте, да. Вот у меня установлена Кэт Мобайл. Пытаемся зайти и сразу же блокируется доступ. Нажимаем кнопку закрыть. Допустим, ребенок хочет зайти на Одноклассники. Пытаемся зайти и сразу же блокируется доступ. Теперь ребенок хочет зайти, допустим, на YouTube. Все, сразу же блокируется доступ. И здесь есть кнопка «Спросить разрешение». Давайте нажмем ее. И нажмем кнопку «Закрыть». Значит, ребенок отправил вам разрешение. И, значит, он просит у вас дать ему доступ для посещения той или иной социальной сети. Теперь давайте представим сейчас, чуть позже, через минутку мы зайдем к компьютеру, покажу вам, какие вопросы пришли на ваш аккаунт. Допустим, ребенок психанул, да, и вот ему не получается, да, найти доступ и ничего сделать. И он пытается удалить эту программу. Заходит он на стройке. И тут раз, и блокируется, блокируется ему доступ. То есть, он не может зайти в настройки и удалить это приложение. К примеру, зашел он в это приложение Save Kids на смартфоне на своем, да. И здесь есть вот функция удалить, удаление приложения. Нажимает и все. И пароль он не знает. То есть, ему для того, чтобы удалить это приложение, нужно ввести пароль, которого он не знает, а вы знаете этот пароль. Поэтому, ну не удастся ему удалить это приложение. Сейчас мы переходим ко мне в комп и посмотрим, какие же пришли оповещения. Не забывайте, что мы сейчас имитируем действия ребенка. То есть, я сейчас вот попытался зайти якобы на смартфоне ребенка, куда я там хочу зайти, и мне не получается это сделать. Все, переходим, смотрим. Перешел я на сайт, значит, в свой кабинет. И видите, запросы от детей. Один. Значит, Ирина просит разрешить использовать приложение YouTube. То есть, вы можете нажать либо разрешить, либо отклонить. Давайте сейчас, к примеру, да. К примеру, мы все-таки разрешим, да, допустим, использовать. И сейчас зайдем в смартфон и посмотрим, будет ли доступен YouTube. Нажимаем кнопочку «Разрешить». Значит, вы родители, вы разрешили своему ребенку пользоваться YouTube, к примеру, да. И сейчас посмотрим, как же это будет работать в самом смартфоне. Давайте попытаемся зайти в YouTube, так как мой родитель мне разрешил, да, заходить в YouTube. И сейчас попробуем зайти. Получится у нас или не получится. Так, перейду сейчас на свой канал. Даже, да, чтобы не смотреть чужие видео. Посмотрим, запустится или нет. Все, YouTube запустился. Пропустим сейчас рекламу. Друзья, всем привет. Сегодня... Все, YouTube запустился. Отлично. И теперь, сейчас мы попробуем заблокировать YouTube. Свои учетные записи в компьютере. И потом еще раз зайдем через смартфон. И проверим, будет ли в этот раз работать YouTube или не будет. Теперь я нахожусь в своем личном кабинете. Смотрите. Там, где ваш логин, да, вот он. Вот у меня, к примеру, обзорочка Собака Майору. Там, где логин или ваша почта, да, вот здесь вот есть колокольчик с оповещениями. Нажимаем на него. Вот здесь вам выдается, значит, оповещение о лицензии. То есть, скоро истечет ваша лицензия, если хотите, ну, пробный период. Если хотите, ну, то есть, покупайте лицензию, если вам понравится эта программа. И вот здесь вот есть раздел дети. Давайте посмотрим. И здесь, значит, получается все попытки входа вашего ребенка отображены. То есть, вы можете посмотреть. По умолчанию там, скорее всего, все в программе запрещено. И вот читаю внимательно. Ирина пыталась запустить на устройстве Redmi 7 запрещенное приложение, которое называется настройки. То есть, если вы хотите, чтобы ваш ребенок заходил в настройки, да, в своем смартфоне, то вы можете изменить доступ и вот здесь вот выставить разрешено, к примеру, да. Дальше. Вот ребенок заходил в приложение YouTube, видите. Нажимаем изменить настройки. Видите, у меня разрешено, потому что мы с вами разрешили, да, ребенку просматривать YouTube. Я как бы, ну. Теперь, допустим, давайте выставим статус запрещено и нажмем ОК. И сейчас мы зайдем в смартфон и посмотрим, запрещен ли YouTube или до сих пор он открытый. Итак, давайте же проверим. Нажимаю вновь на YouTube. Все, видите, моментально, то есть, закрыть. То есть, все, программа моментально сработала. Я у себя на компе, значит, выставил опять ограничение для просмотра YouTube. И теперь все. Теперь я не могу зайти. Поэтому, смотрите, вы здесь можете запрещать не только посещение YouTube. Можете запрещать посещение социальных сетей, ВКонтакте, Одноклассники, Facebook, Twitter, всякие телеграммы там и так далее. Что хотите. То есть, внимательно посмотрите у себя в личном кабинете, куда заходит ваш ребенок. И что он пытается сделать. И вы уже принимаете решение. Допустим, вы хотите, чтобы ваш ребенок заходил ВКонтакте, но не заходил в YouTube. Выставьте в настройках разрешаю. Разрешение на ВКонтакте, чтобы он заходил, к примеру. Разрешение на Одноклассники, чтобы он заходил. Разрешение, чтобы он заходил в Skype, в настройки телефона. Куда-то еще. Там, куда-то еще. А, допустим, оставьте под запретом только один YouTube. Вам нужно эти все вхождения ребенка посмотреть в личном кабинете и прощелкать вот эти все разрешения. То есть, чтобы вообще он не мог зайти. Вы просто установили программу и тогда он будет везде запрет. Если вы хотите какие-то разрешения ему дать, то, соответственно, в своем личном кабинете просматриваете, куда он пытался зайти. Выставляете уже ручками разрешение. То есть, разрешаете, не разрешаете и так далее. Вот. И, на мой взгляд, допустим, чтобы сэкономить, чтобы сэкономить деньги, да, не покупать к себе на устройство эту программу Save Kids, а купить только для ребенка, да, только заплатить 900 рублей. Вы, в принципе, можете зайти, ну, через компьютер управлять. То есть, зайти на сайт mayakaspersky.com, ссылку оставляю в описании. И, в принципе, один раз через личный кабинет все это сделать. И все. Ну, и заходить потом контролировать, да, куда ребенок пытался ваш зайти, чтобы с ним провести беседу, как бы объяснить, что не нужно заходить туда. Ну, в принципе, такой вариант экономии тоже, мне кажется, уместен. Зачем платить за два устройства, если можно активировать это на смартфоне ребенка, да, и просто следить, прослеживать за его действиями через компьютер, через ноутбук или компьютер. Я считаю, я бы лично так бы сделаю, как вы там, смотрите сами. Вот, значит, еще я подсмотрел видео, да, я оставлю ссылку на обучающее видео по этой программе, ну, то есть, оно ознакомительное такое, там сильного обучения нет. Мне кажется, я вас больше обучил. Там в этом видео, значит, рассказывать, что можно даже контролировать ребенка в определенном радиусе на карте. То есть, допустим, он пошел в школу, и вы выставляете ограничение, то есть, допустим, что он не имеет права покидать радиус школы, там, да, в определенное время, если он покинет вот эту вот, да, зону какую-то, вам придет оповещение о том, что ребенок покинул ту или иную зону, которую вы ему ограничили, да. Ну, то есть, там очень много вариантов. Мы сегодня остановились на варианте блокировки Ютуба, и я вижу, что эта блокировка работает. Ну, правда, что эта программа платная, да, но там уже по вашему желанию, хотите платите, хотите не платите. Вот. И посмотрите прошлое видео, возможно, вы в бесплатных вариантах как-то, ну, найдете бесплатные варианты для себя в прошлом моем видео и заблокируете бесплатно. Ну, в принципе, я считаю, 900 рублей это небольшие деньги, при том, это приложение от официального разработчика антивируса, Касперский, которому лично я доверяю. То есть, я доверяю двум антивирусам, это Касперский и Доктор Веб. Я ими пользуюсь, остальными я не пользуюсь, я не хочу сказать, что неплохие, но я пользуюсь только Касперским и Доктор Вебом. Поэтому, дальше уже решать вам. Я вам всего лишь озвучил вариант блокировки Ютуба от ребенка, который реально работает, который мы сейчас вместе с вами проверили. Я мотался и в смартфон заходил, и в компьютер заходил, и обратно в смартфон, и обратно в компьютер, для того, чтобы вы поняли, что это приложение работает. А дальше вы уже заходите к себе в компьютер, разбираетесь в более тонких настройках. Я думаю, вам доступно и понятно все объяснил. А на этом все, ребята. Возникают вопросы, пишите мне в комментариях под видеороликом, либо мою группу ВКонтакте. Не забываем поставить оценку этому видео. Я стараюсь специально для вас, все вам разжевал, показал. Надеюсь, вы все поняли. Всем до новых встреч. Пока-пока.